Выборы президента России начнутся через 35 часов. На избирательных участках кипит работа. О том, как в Норильске готовятся к главным выборам страны, расскажет Екатерина Луцев. Вот так в пятницу утром выглядел один из 73 избирательных участков Норильска. Большинство из них размещены в школах, поэтому к полномасштабному развертыванию участковой комиссии приступят только после уроков. В 29-й школе все необходимое складируют в учительской. Мы все успеем, заверяет председатель УИК-603. На избирательном участке находится всего введение 17 многоквартирных домов. Зарегистрировано 2400 избирателей, из числа которых 144 – это молодые граждане, которые будут голосовать впервые. Это достаточно большое количество и очень надеемся, что наша молодежь уж точно придет и проголосует. Впервые голосующим на выборах президента России вручат Конституцию, подарок от избиркома и пригласительный на концерт приезжих артистов. Мы постарались сделать в городе 18 марта праздник для всех, по всем интересам. Кому необходима торговля, на участках будет торговля. Кому необходимо решить жилищные проблемы, кому-то по программе переселения вопросы решить. Мы организовываем в школах приемы населения по решению этих вопросов. Вопрос, который два дня решала территориальная избирательная комиссия Норильска – доставка бюллетеней в самый отдаленный городской район. До Снежногорска час на вертолете попасть туда не давала погода. А в поселке выборов ждут 500 из 119 тысяч 788 избирателей, зарегистрированных в Норильске. По участкам уже распределили большинство бюллетеней. В избиркоме говорят, есть запас, в том числе и для городской больницы. Там уже по традиции разместится временный участок для голосования. По опыту прежних лет в стационаре самая большая явка. На участках у нас осуществляют работу более 800 членов участковых комиссий. В настоящее время они продолжают выдачу специальных заявлений на участках, которые могут получить граждане, которые не успели оформить заявление в общем порядке, но только на своем избирательном участке, где они включены в список избирателей, можно получить это заявление. Проголосовать смогут и лица без определенного места жительства, продолжает Татьяна Дижечка. Главное иметь при себе паспорт. За сутки до голосования избирательные участки и прилегающую территорию обследуют сотрудники ОМВД и служебная собака. Ее специально привезут из местного аэропорта. В день выборов безопасность на участках будет в руках сотрудников полиции. Каждый сотрудник будет обеспечен ручным металлоискателем, который непринужденно, скажем так, и выборочно будет обеспечивать безопасность пропускного режима на избирательных участках. 18 марта обеспечивать общественный порядок будет не только полиция, но и нацгвардия, народная дружина и частные охранные предприятия. В школьных медкабинетах можно будет измерить артериальное давление и проконсультироваться по вопросу здорового образа жизни. А после отправиться на одну из трех городских площадей, где пройдут народные гуляния. Гвоздь программы – настоящее этностойбище и катание на оленьих упряжках. В традиционных чумах можно будет попробовать блюда северной национальной кухни. В день выборов муниципальный транспорт будет возить норильчан бесплатно. Избирательные участки закроются в 20 часов. Предварительные итоги голосования станут известны ближе к 3 часам ночи, только в случае хорошей погоды. В территориальном избиркоме должны будут получить протоколы самого отдаленного района Норильска – Снежногорска. Только после этого выборы президента в Норильске можно будет считать состоявшимися. Екатерина Луцов, Сергей Карпов и Евгений Жуков. Вести. Норильск. Власти регионов должны оперативно решать вопросы промышленников. Такую цель поставил президент России в своем послании к Федеральному собранию. Владимир Путин заявил о необходимости проработать особые меры поддержки малого производственного бизнеса и снизить риски работы начинающих предпринимателей. В Норильске эти задачи решаются в рамках муниципальной программы «Развитие потребительского рынка. Поддержка малого и среднего предпринимательства». Ее утверждают на три календарных года. В рамках программы уже действующие предприниматели и желающие начать собственное дело могут бесплатно пройти обучение и попасть на семинары. Заявки принимают в Управлении потребительского рынка услуг на Кирова-21. В результате исполнения мероприятий программы за последние три года мы достигли следующих результатов. Финансовая поддержка была оказана по 39 проектам на общую сумму 10,6 миллионов рублей. Объем привлеченных инвестиций в этом случае составил 64,7 миллионов рублей. И мы создали рабочих мест в результате исполнения мероприятий 37 единиц. Норильск не белый и не серый. Норильск желтый. Такой вывод сделала четвертый резидент полуарта Анна Толкачева. Целых три недели специалист по прикладной информатике, математик, художник в одном лице работал над технически сложным проектом. Последние штрихи наносила за считанные минуты до начала презентации. В итоге зрителям представили необычную конструкцию с говорящим названием «Цвет нор». Работает она следующим образом. На большом экране видеоряд с изображениями города. Кстати, эти небольшие ролики Анна Толкачева снимала сама. Когда кто-то нажимает, например, на синюю кнопку на панели, то на картинке остаются фрагменты только синего цвета. Всего программа распознает пять цветов. Резидент полуарта отмечает, зимой в городе много желтого. Дома, автобусы, дорожная техника. И признает, Норильск создан для творчества. Вот эти все погодные условия, люди, которые там съехали со всей страны, пять национальностей живущие на Таймыре, все вместе, то есть история города. Здесь столько всего, и при этом он довольно маленький, то есть он не такой, он не монструозный, что ли. То есть это не Москва, в которой очень-очень много всего, непонятно, за что браться, и нужно ли вообще за что-то браться. А здесь как бы более понятно, и можно сделать что-то глубокое. Мы продолжаем серию сюжетов в рамках проекта «Счастье в ладошках». Маленькие мечты 13 юных норильчан уже стали реальностью. Воспитанники Норильского детского дома и школы-интерната побывали в царстве Снежной королевы, звонили в колокола собора всех скорбящих радость, выходили на театральную сцену и постигали азы кулинарии. Каждую пятницу мы показываем истории о детях, которые попадают в непривычную для них атмосферу. Сегодня это 9-летний Леша. К детскому дому подъезжает необычный кортеж. Машины вести Норильской госавтоинспекции. Они будут сопровождать маленького Алексея по дороге к мечте. Мальчик хочет стать инспектором ДПС. Меня зовут Михаил, снимай перчатку. Ты же мужчина. Все. Вместе с героем нашего сюжета садимся в машину инспектора, пристегиваемся и вперед. По дороге школьник засыпал полицейского вопросами. Инспектор отвечал максимально честно. Нам преподают инструктора боевые искусства, борьбы и разные приемы, для того, чтобы обезвредить, скажем так, злоумышленника, преступника. Первый пункт экскурсии – посткупец. Раньше Лёше удавалось увидеть его лишь мельком из окна автобуса. На этот раз мальчику удалось побывать внутри. Здесь дежурят два инспектора. Пока один на улице, другой следит за дорогой по монитору компьютера. Представляете, до самого КРК нам будут здесь просматривать. Дальше – экскурсия в гараж. Я думала, что я сейчас буду водить машину. Это трекол. Гигантская машина моментально покорила сердце маленького Лёши. Обычно в кабину допускается только заместитель отдельной роты ДПС. Но сегодня день особенный. А Лёше разрешили не только за руль сесть, но и сирену включить. Заключительная часть экскурсии – это отдел ГИБДД Норильска. В здании на Ленинградской 13А мальчик впервые. Даже не думал, что у инспекторов ДПС столько бумажной работы, признается Лёша. Он увидел, как выдают водительские удостоверения и автомобильные номера. А также узнал, для чего инспекторам нужен вот этот станок. Ну что, давай, пробуй. Слезай. Давай. Опа. Молодец. Ну и как же почувствовать себя инспектором ДПС, не примерив форму. Да, не по размеру. Но сколько восторга. ДПС на посту от рассвета до заката. ДПС – это воля, ум, закон и честь. Будущего инспектора дорожного движения, конечно, не могли отпустить без подарков. Мы тебе дарим вот такую кепку. У тебя настоящая твоя кепка. Она специально. Даже настоящий жезл тебе дарим. И это еще не все. В пакете школьной принадлежности и сладости. Очень понравилось. Скажи, как ты вот теперь представляешь работу инспектора ДПС? Хороший. Храблый. И для меня интересный. Вечером Алеша признается, что это был самый счастливый день в его жизни. Александра Молодцова, Андрей Казак. Вести. Норильск. На этом у нас все. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Информацию о погоде представляет сеть строительных магазинов «Арбат Мегаполис Проект». Низкие цены каждый день. Всевозможный товар для ремонта и стройки. Вы от выбора будете просто в восторге. Нужных материалов есть полный комплект. В магазинах «Арбат Мегаполис Проект». Арбат. Талнахская 10. Мегаполис Лауреатов 41. Проект. Энергетическая 25. 17 марта в Норильске ожидается переменная облачность, преимущественная без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 34-36 градусов ниже нулевой отметки. Днем столбик термометра покажет 27-29 градусов ниже нуля.